И самое главное в этом направлении, в направлении туризма, что есть у Чечни, то, что является самым первым. Самое важное, это известность. А Чечни сегодня знает весь мир. Поэтому, что нам нужно в первую очередь? Разумеется, привлечение каких-то международных компаний, добытчиков нефти, дать им возможность добывать эту нефть на нашей территории, реализовывать и с этого получать прибыль. Тумсик говорит, сколько и кто тебе платит за очернение чеченцев? Ты тоже работал у оккупантов, просто тебе дали пинка, ты сбежал и теперь сдалека лаешь. Очень хороший вопрос или комментарий от РУС. Тумсо, вы сторонник независимости Ичкерии. У меня есть некоторые сомнения на этот счет. Допустим, что это случилось? Миллиардов из РФ больше нет. Как будут выживать жители сказку про светлую утиль? Так, я немножко не понял. Есть сомнения на этот счет? Насчет чего? Насчет того, что я сторонник независимости или насчет самой этой идеи имелось в виду? На что будем жить? На то же самое, на что живет Грузия, например. Нету никаких дотаций от России, у них даже нет нефти. Но при этом страна живет, имеет экономический рост, все у нее нормально. Вот это вот сказка, которая очень выгодна Кремлю рассказывать, что если не российские деньги дотации, то, мол, Чечня загнется. Я хочу вам напомнить, что Чечня не дотационный регион. Что бы вам там ни говорила Россия, Россия выкачивает нефть в Чечне. Роснефть у нас качает нефть. Затем эта нефть продается на рынке, и потом какая-то часть из этих денег возвращается в Чечню, и это все выдается за дотацией Москвы. Вообще нефть это не главная тема наша, абсолютно. Экономика республики не должна строиться на сырьевом сбыте. Это сделает нас такой же банановой республикой, как Россия. Вот Россия сейчас, вся экономика России построена на реализации нефти и газа. Поэтому мы изначально вообще не должны говорить об этом. Вот у нас нефть, мы будем продавать и жить. Нет. Хотя это очевидно, что эта возможность для стартапа как минимум у нас есть. Но мы не должны это говорить, потому что мы не должны делать ставку на это, на реализацию чего-то. Мы должны делать ставку совершенно на другие вещи. Но как минимум мы можем, и мы должны, я считаю, в первую очередь рассчитывать на приток иностранного капитала. Для этого нам нужно создавать условия, то есть законодательную базу, полную неприкосновенность частной собственности. То есть если заходит к нам какой-то бизнес, он должен быть уверен в том, что с ним не поступят несправедливо, у него ничего не отожмут. Что у нас обязательно нужно построить систему справедливого судейства. Судейство, которое никак не зависит от властей, на которые нельзя оказать какое-то влияние или давление. Нужно сделать неприкосновенную частную собственность. И самое главное, нужно сделать приятный инвестиционный климат в плане налогообложения, таможенных пошлин и так далее. Все, вот это я считаю самое, наверное, важное. Но здесь важно понять, что я не экономист. Я, может быть, сейчас говорю какие-то вещи, которые с экономической точки зрения требуют какого-то большего разъяснения или уточнения. Я и не должен этим заниматься. Я просто в целом понимаю, что в этом мире очень много стран, не имеющих того, что имеем мы, а это нефть, то есть нефть и газ, какие-то ископаемые ресурсы, плюс туристически очень красивую местность. У нас есть горы, это уже как бы огромный бонус, если в твоей стране есть горы. Это значит, что там есть на что посмотреть, ты можешь в горах организовать очень интересные туры, то есть инфраструктуру сделай для туризма, пожалуйста, люди будут ехать. И самое главное в этом направлении, в направлении туризма, что есть у Чечни, то, что является самым первым. То есть страна может иметь на своей территории очень красивые и привлекательные туризмы мест, но если у нее нет известности, то есть если об этом не знает мир, то туда не будут ехать люди. То есть этот туризм не будет востребован. То есть самым важным, что является, когда ты создаешь условия для притока туризма, ты должен это рекламировать. То есть это должны узнать потенциальные клиенты, туристы. И вот у нас в этом плане есть самое важное, это известность. О Чечне сегодня знает весь мир. Ты не найдешь ни одну точку в этом мире, где хотя бы раз в твоей жизни не слышали о Чечне. И это большой бонус. То есть когда придет какое-то предложение посетить Чечню в качестве туриста, у людей не будет вопроса, а где это Чечня, а что это Чечня. У людей сразу будет, а, Чечня, это же Чечня, это же война, это же вот они там, это очень интересно. Помимо того, чтобы посмотреть горы, там наверняка следы какой-то войны и так далее. Так что в этом плане у нас огромный потенциал. И не нужно, на такие разговоры даже отвлекаться не нужно, а на что жить там и так далее. И ни в коем случае не нужно делать упор на продажу нефти. Это какая-то такая, знаете, ну это такой хороший, хороший, хороший бонус такой, подспорье. Это нефть, что она есть. Да, альхамдулзак, что она у нас есть. Это значит, что мы в любой момент, когда нам что-то не хватает, мы можем рассчитывать на какой-то приток. Это значит, что мы сможем привлекать туда, если, разумеется, мы сами же не можем сегодня устроить, организовать нефтедобычу, там, переработку. Ну, и представить, что мы завтра стали независимыми, у нас нет этой возможности. Поэтому, что нам нужно в первую очередь? Разумеется, привлечение каких-то международных компаний, добытчиков нефти, дать им возможность добывать эту нефть на нашей территории, реализовывать и с этого получать прибыль. Постепенно, постепенно мы сможем в дальнейшем национализировать этот рынок. Как это сделали в Саудовской Аравии? Саудовская Аравия именно так и начинала. Они сначала дали все свои нефтяные месторождения мировым компаниям, нефтедобытчикам. И постепенно, постепенно они это национализировали. Сейчас у них нефтедобычей занимается национальная саудовская компания «Арампо». То есть, мы тоже можем пойти по этому же пути. Можем отказаться от этого пути, например, сказать, да, пусть это всегда будет частным бизнесом. В общем, это уже вопрос экономический. То, что для нас выгодно, то мы и будем, и должны делать. Вот очень хороший вопрос. Тумсик говорит, сколько и кто тебе платит за очернение чеченцев? Ты тоже работал у оккупантов. Просто тебе дали пинка, ты сбежал и теперь сдалека лаешь. Очень хороший вопрос или комментарий от РУС. Значит, по поводу очернения чеченцев я вообще противник того, чтобы очерняли чеченцев. То есть, даже какие-то внутренние вопросы. Вот пока этот чеченец не станет россиянином, пока он не перейдет на сторону оккупанта и не станет вместе с ним, в его рядах бороться с нами, я считаю, что он остается в нашей внутренней проблеме, нашим внутренним вопросом. Понимаете? Вот смотрите, мое понимание, как я разделяю чеченцев. Я вот внутри чеченского общества очень много противоречий, каких-то споров, что там даже есть места ненависти друг к другу, такие моменты есть. Но вот пока эти разборки внутри нашего общества, они наши, вот это вот внутренние наши вопросы. И выносить их на какую-то иностранную аудиторию, а любая не чеченская аудитория является уже иностранной для нас. Я считаю это неправильно. И я тоже сторонник того, чтобы о внутренних каких-то вопросах говорить на родном языке, на каких-то внутренних площадках. Но если этот чеченец переходит на сторону России, он перестает быть внутренним вопросом. Все, он теперь становится россиянином. И вот о таком человеке предпочтительнее говорить как раз на иностранном, прежде всего на русском языке, чтобы об этом знали его хозяева, чтобы как можно больше людей это понимали. И была бы такая возможность говорить об этом еще на других известных языках, то я бы тоже, наверное, не отказался, хотел бы это делать. К сожалению, я не владею другими языками. Поэтому вот такая вот как бы разница. Кадыров, кадыровцы и любые представители этой власти, они, хоть они и по происхождению чеченцы, рождены чеченским отцам, но они являются россиянами, российскими чиновниками, российской властью. Поэтому это уже не наш внутренний вопрос. А вот все то, что все те, кто туда не перешли, на ту сторону, явно не стали работать в их рядах, они находятся здесь. Вот тут я предпочтительнее, конечно, буду говорить на родном языке. И когда кто-то со стороны будет пытаться даже влезть сюда, там поинтересоваться, или не дай бог даже попытается там выступить каким-то арбитром, такому человеку я обычно говорю и скажу, «Дорогой, большое тебе спасибо, но мы здесь как-нибудь сами без тебя разберем». Субтитры создавал DimaTorzok